Это Вести Утро. Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте. Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7. В горах минус 4, плюс 1. Днем плюс 14, 19. И местами до плюс 12. В центральных районах местами высокая пожароопасность. В Черкесии без существенных осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7. Днем плюс 16, 18. Самые сильные спортсмены собрались на базе Центра выявлений и развития одаренных детей «Спутник». Спартакиада работников общеобразовательных и дошкольных учреждений Карачаева-Черкесии Яркое ежегодное событие для педагогов, которые тесно связывают свою жизнь со спортом. С каким настроем пришли участники, для чего проводят спартакиаду и какие виды состязаний были выбраны, расскажет Дарья Тендит. Профсоюзная спартакиада вновь объединила всех любителей спорта. Перед началом состязаний участников поприветствовали министр образования и науки Карачаева-Черкесии Инна Кравченко и председатель профсоюза образования Республики Марина Чучаева. Они пожелали участникам бескомпромиссной борьбы и достойных побед. «Ежегодно в нашей республике проводится спартакиада работников образования. Этот год не стал исключением, это особенный год, год педагога и наставника. Мы решили провести это мероприятие более масштабно и красочно. Желаем нашим работникам также успехов и побед в спорте, потому что победы в спорте – это победы в жизни». Спартакиада педагогов – уникальная возможность провести время с коллегами, показать свою спортивную подготовку и сплоченность команды. Перед соревнованиями команды проводили разминку, а в перерыве участники рассказали о своем настрое перед игрой по волейболу. «Настрой великолепный, очень хороший. Вся команда в бодром духе. Мы уверены, что мы победим сегодняшние соревнования. Город Черкесск должен выйти на первую позицию. Мы очень надеемся и будем ждать успехов». «Мы настроены только на победу». «Как прошла разминка?» «В зависимости от того, сколько здесь людей. Чуть-чуть мы друг другу мешали, а так в основном все нормально, все отлично». «А долго готовились к соревнованиям?» «Мы всегда готовы». Стрельба из пневматической винтовки требует особой меткости. Даже ветер не помеха участнику команды Карачаевского района. Нурбиха Туаев отметил, что результаты нормальные. Винтовка сама стреляет, а настрой у него исключительно на победу. «Ветерок есть. Будем под ветерок настраиваться и как-то так стрелять». «А как вы вообще настраиваетесь? Вы выжидаете чего-то?» «Причерился. Пусковой кучер отпустил и все». Комбинация реакции, координация действий и выносливость – навыки для успешной игры в настольный теннис. Участник команды Зеленчугского района Александр Станкевич рассказал, что для него этот вид спорта из обычного хобби стал любимым занятием. Спортсмен ежегодно участвует в спартакеаде и занимает призовые места. «Организация хорошая. Все на уровне. Спортсмены довольно сильные. Все с республики самые сильные спортсмены собраны». «А вот как прошла игра вообще?» «Гора хорошо прошла, конкурентно». Соревнования проходили сразу по нескольким видам спорта. Стрельба из пневматической винтовки, волейбол, настольный теннис и дартс. Выбранные дисциплины наиболее доступны, отметил главный судья соревнований Александр Бондаренко. «На протяжении уже многих лет проводится регулярно. Учителя собираются раз в год пообщаться, обменяться опытом, поучаствовать в соревнованиях, естественно. Я, как главный судья соревнований, должен быть беспристрастным, поэтому желаю удачи всем, успехов, ну и, естественно, побед. В результате упорной борьбы выявили тройку сильнейших команд – Зеленчузского, Хабесского и Ногайского районов. Им были вручены кубки, медали, дипломы и ценные призы. Награду получили и спортсмены, отличившиеся в личном зачете. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия.